всем привет сегодня хочу сделать такой некий дачный влог то что около дома я вам сегодня покажу очень много вопросов и плюс много цветов распустилась тоже есть что показать вот смотрите клейматис стеной весь цветет красиво необыкновенно там вот дальше роза здесь вот такой тоже очень интересный это мой красивый самый клейматис он уже отцветает похож на хризантему немножко еще один сорт смотрите какая-то у него тоже махровая серединка и он крупный такой фиолетовый а белая гортензия она не крупная зато куст огромный вот смотрите какой красивый клейматис бордовенький вот здесь вот на арке плетистая роза очень красиво сейчас вам еще и впереди покажу правда вы уже видели ее в моем видео таком когда я вернулась кипра я вас приветствовал на фоне вот этой розы многим понравилось такая прелесть так я люблю это время когда цветет плетистая роза я до сих пор не могу налюбоваться этой розой она просто шикарно вот смотрите еще какие красивые розы почему-то мы называем их оранжевые действительно немножко идут такой оранжевый оттенок и вот такая малиновая тоже очень красивая такая самая букетная роза здесь пока только бутон роза такая бордовая очень красивая как бархатная вот здесь у нас распустилась роза gloria сейчас покажу поближе смотрите она такая желтая и тронутая розоватым цветом очень классная очень нежно здесь вот тоже она из черенка выросла рад уже цветает вот такая розовая обалденно пахнет такая розочка у нас смотрите какая красавица роза сиреневого цвета крупная такая а вот здесь вот я вам хочу показать если помните мы делали такой эксперимент видео даже было про черенкование роз и плетистую розу такой большой большой черенок мы посадили уже с листьями вот и посмотрите из него развился вот такой куст то есть все получилось осталось от макушечка дельфиниума остальное уже отцветает все тоже их очень люблю и как я вам обещала показываю вам пионы сара бернар смотрите какие красивые они все махровые необыкновенные такие они позднее и цветут только сейчас вот такая лилия распустилась так вот немножко общий вид вам покажу так вот здесь вот у меня уже гладиолусы такие большие видите я посадила вдоль заборчика они уже вот так вот вымахали скоро поставлю с двух сторон столбики забью проволоку натяну и буду привязывать каждый кустик чтобы он не падал а а а а а а а а ничего Ну вот, молодец, не уколол пальчики? Антоша какой хозяйственный, смотрите, огурчики перебирает, отрывает цветочки, что ж, тяжело, давай я понесу Ты мой хозяйственный малыш, так, зашла я в помидорную тепличку, видите, вот здесь вот используем землю по максимуму, то есть внизу растет у нас укроп, чтобы была своя зелень, так, вот здесь помидорки и тоже вот здесь внизу рукола, и вот помидорки, они тоже все наливаются, завязались, такие вот кисточки, а это вот мой любимый засолочный сорт. Здесь вот за теплицей, даже сбоку теплицы у нас растет малина, вот мы ее уже сегодня оборвали, завтра снова созреет. Едим малину в свежем виде и замораживаем. Вот она малинка. Ягод очень много, завтра часть еще созреет. Абрикосы еще подросли, они уже вот такие по размеру, еще немножко и они вызреют. Хочу вам показать, как завязался виноград. Это фиолетовый, как мы его называем, изабелла. Вот смотрите, какие уже грузди крупные. На яблоне уже вот такие яблочки. И смотрите, грушки тоже уже довольно-таки такие крупные. А вот на этой ветке, на том же дереве причем, посмотрите, уже другой сорт груш. Он такой немножко красноватый и сами плоды растут вверх. Видите? Если вот этот вот сорт вниз, все плоды, все-все-все направлены вниз, то вот на этой ветке они растут вверх. Другой сорт, на одном и том же дереве. И вот здесь вот немножко неудобно, чуть подзросло. Но в любом случае, видите, прививка, вот видите, прививка, которую мы делали тоже вместе с вами. И вот у нее пошел вот такой вот уже большой побег. Немножко тут его насекомые подъели, но это не страшно. В этом влоге я также хочу вам рассказать про систему полива нашего, потому что часто вопросы задают. Так, вскользь упомяну. Подробно, если нужно, то сделаем отдельное видео. Вот бак у нас стоит здесь такой на ножках. Здесь насос, как вы видите. В общем, здесь полтора куба воды, она набирается из водопровода, чтобы она не перетекала через, там ставится специальный поплавок. Вода нагревается в течение суток, и после вечера мы обычно поливаем, используя этот насос, чтобы все это было под напором. То есть, вот здесь вот у нас с теплицей все это соединяется трубочками, все это заведено в одну, в другую теплицу. Значит, вот таким образом все это разводится по теплице, трубы и дальше вот шланги. Вот так. И сейчас покажу, как разводится еще по участку. И по периметру всего участка у нас вот такой вот заборчик, я думаю, вы не раз его видели. И вот здесь вот по нижней трубочке у нас проходит вода. То есть, все это закольцовано. И вот здесь у нас такой вот крантик. То есть, как только у нас вода в баке, тот, что затеплится с насосом, заканчивается, автоматически здесь все открывается и бак наполняется. Когда наполнится, соответственно, поплавок там перекрывает это все и отключается подача воды. В общем, вот такая вот система. Также у нас стоят несколько бочек. Вот одна. Здесь мы нагреваем воду для того, чтобы лейками поливать что-то мелкое. Ну, здесь, вы помните, там у нас Байкал заквашен. Вот здесь вот стоит бак для того, чтобы собирать дождевую воду с крыши, с крыши сарая. И еще один бак. Вот видите, немножко здесь зарос виноградом. Вот еще один бак возле сарая тоже для того, чтобы отводить дождевую воду, чтобы не размывало ничего ни у нас, ни у соседей. Вот такая воронка, с крыши вода сюда стекает и поступает вот в этот бак. То есть, таким образом, вы видите, что холодной водой мы ничего из водопровода сразу не поливаем. Вода отстаивается и нагревается. У нас тут банный день сегодня. Да, Ладусь? Хороший. Да. У нас очень жарко. Третий день стоит страшная жара. Ну все, вынимаемся, отходи. Собака млеет. Разбегаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова